Всем привет друзья! Сегодня я хотел бы вам показать такой необычный рецепт, точнее сказать не для всех. Мы будем с вами жарить омлет, но этот омлет из диеты номер 5 для людей, которым нельзя кушать омлет с желтками. Итак, для везунчиков, для этих. Что нам понадобится? Нам понадобится молоко, 2 яйца, как раз именно 2 яйца и разрешено врачами употребить за один присест. Масло, сода. Я сейчас себе позволяю немножко лучок, поэтому я буду делать еще и с луком. Итак, разбиваем 2 яйца, отделяем белочки от желточков, вот таким вот способом. Это легко и просто, я думаю справится каждый. Отделили, желток может скушать другой член семьи, которому можно их кушать. Как я уже говорил ранее, я стал себе позволять на третьем месяце после операции по удалению желчного лук, просто вот хотелось лук, поэтому я добавляю лук. Я его не выжариваю конкретно, а так как бы немножечко подвариваю. И на одну сковородку я выливаю на эту же и омлет. И получается омлет с луком, поверьте мне, намного приятнее. Лука вот прям хотелось, я долго его не ел, больше месяца. Так, возвращаемся сюда. Вот у нас второе яйцо. Точно так же главная наша задача отделить желточек. Все, отделили. Сколько я доливаю молока? На два яйца я лью 50 грамм. Вот у меня мерочка такая есть, это 100 граммовая она. Половинку. Все, молоко я не обезжиренное, молоко я кидаю простое. Теперь немножечко соды. Я думаю, она не повредит. И немножечко соли так же по вкусу кидаем. Говорят, соленое нельзя особо. Ну, знаете, я кушал соленое, потому что без соли еда, как вы понимаете, это не еда. Сюда же можно немножечко тоже добавить маслечко. Чуть-чуть. И все это теперь взбиваем до однородной массы. Сейчас вот по истечению, я говорю, почти трех месяцев, я себе могу позволить уже кушать очень-очень многое. И мяско кушаю, и много чего. Самое сложное был этот первый месяц. Желудок вообще ничего не хочет воспринимать. Поэтому вот этот вот омлет у меня просто спасал. Смотрите, вот мы вымесили до однородной массы. Теперь у меня лучок. Вот он, он как бы не жареный такой, притомленный. Потому что все-таки жареное как бы нежелательно кушать. Поэтому я так немножечко-немножечко его, чтобы он не сырой был. Хотя сырой я тоже стал уже кушать. Я просто его через пару месяцев готов был, как яблоко грызть. Мне не хватало лука. Что по нагреву плиты? Не на всю ставим, а на половину не надо, чтобы сильно горело. Так, подходим мы к финальному. Все, можно выливать. Подровняли, чтобы красивенько было. И потихонечку пусть оно жарится. Не надо прям сильно-сильно, я же говорю, огонь, чтобы большой был. Потому что тогда снизу появится корка такая характерная, жареная. А нам этого не нужно. Берем крышечку и на немножечко времени накрываем. Крышечкой буквально там одну минуточку, не больше. Язычком, вот этим вот силиконом, потихонечку-потихонечку. Вот так можно пододирать, пододирать, чтобы оно не залипало лишний раз. Все, больше ничего нам не нужно. Готово почти. Теперь надо найти по диаметру тарелку. Накрываем. Все это наше балдежное блюдо тарелкой. Выключаем плиту и делаем вот такое вот движение. Можно вот так провернуть раз-раз. И потихонечку снимаем. Вот оно. Вот наш омлет получился. Немножко не так красиво его, конечно, перевернул, как хотелось бы, но это не важно. Вот оно. Нету ни зажаренного, нету ни зазавредного сильно. Вот он, наш диетический омлет. Всем пока. Выздоравливайте. До новых встреч.